Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вот у нас сегодня 23 декабря 2019 года, понедельник. Ну, брат Андрей, тут люди спрашивают, чтобы показывали, как дальше у нас идет. Ты 19 числа в четверг сюда пришел, так? Ну, да. Я вчера об этом глядел, и так по дневнику у меня получается. Я хотел узнать, вчерашний день ты от начала как проснулся, и дальше сам расскажи, что тебе вчера нравилось, не нравилось, как ты себя внутренне чувствовал, как ты послужил для кого-то, что там ездил, я слышу что-то, все по порядку. Сначала расскажи вчерашний день и твои внутренние чувства, а потом я дополнительные какие-то подконтрольные, подвопросы дам. Ну, вчерашний день там... Погрумще говори, чтобы слышать. Ну, вчерашний день это богослужение прошло, на причастие сходил, легче стало. Потом батюшку свозил там, он, получается, причастил сестру, потом я его завез на... он осветил квартиру. Ну, а потом, ну, где-то я остался на занятиях был. Это я, получается, 10 лет назад на занятиях был, это вот сколько времени прошло. Ну, там я частично хоть был, но я остался, был на занятиях. Давно не был. Ну, какие-то, что еще можно сказать? И все, да? Разные мальчики, девочки. И письма писать называется, когда проверяют перед люстрацией, я должен проверить. Один написал, и кто-то приехал, он ему письмо сунул. Он написал такое, что отец среди ночи прискакал сюда. Прискакал, и ребенка выхватил, а ничего этого нету. Он тогда вернулся назад. Такое обманули. Я говорю, все, на этом конец, я уже не принимаю. Ты мне должен был подойти и сказать, а не то, что в печати появилось где-то. Да как тогда, куда я с сыном? Он рассказал, что теперь... Не он сам написал, а там фильм показали. Приезжала комиссия с города. А были такие, которые там дети тайно письмо написали. Я говорю, не беру. Только на следующий год. Мне зачем это нужно? Ты гнилье показал. Я тебе сделал добро, а ты... Вот так здесь. Одна девочка пишет, баба, забери меня отсюда. Здесь все плохо. И воспитатели такие нехорошие, и кормят плохо, и солнце плохое. Солнце плохое. Вот. Я не высыпаюсь здесь. В это же время, в этот же день, другая девочка пишет, баба, все есть, только тебя не хватает. Ты бы увидела сама. Ой, баба, да еще... А рассвет какой! Какие птицы поют! Бабонька моя милая! Да я никогда не слыхала такого! А роса какая! Босиком пробежали. А потом мы купались, и какой прекрасный день был! А потом костер у нас был, бабонька! Там картошка-то какая была, а дым какой! Искры летели, и сказали, чтобы подальше садиться-то. А у них старший здесь, дед, ему уже 70 лет. Так он на велике гоняет. Вот бы тебе бабу посмотреть-то, и никогда, говорит, не жаловаться, что было. У нее такой прекрасный, превосходный, такой словарный запас. Ты рассказывай, Шара. Я сказал, начни-ка того, как вставал. Первое чувство ты упустил. Я на службу. Да до службы ты еще тут был, да прилег. Ты сама это... Скажи, тебе здесь не было тягостно. Нет. Ты сходил на улицу, что-то там сделал, сходил там, все обернулся. А время свободное. Что-то вы посидели, ты привез свой компьютер, привез. Так? И дальше как было, что ты не просто был в храме, ты причастник был. После долгого времени. Самое главное даже не рассказал, что ты причащался. Сходил на исповедь до этого был. В отдельной комнате исповедь, какая была накануне. Ты не рассказываешь. А ничего не было. Ну все, я был, встал, пошел, лег спать. Забыл сказать, что помощился у столба. Но это не годится. У тебя столько было. Батюшка, тебе прямо во время службы ты подходишь, когда под крест. А видно, он наклонился, тебя ты махнул головой, да. То есть машина подана, карета стоит, лошади запряженные. Тебе особое почтение от батюшки. Дальше начинается, когда у нас собрание, как было. Ты ни слова не помянул этого. И дальше поехали. Как дорогой батюшка ехал. О чем разговаривали. Где ты был? Кого вы исповедовали? Кого причащали? Это история. Люди не знают даже, что есть болящие, которым батюшка в каждый приезд ездит и причащает. Не четыре раза в год, как обычно, а болящие. По-другому. И как дальше? И вечером готовились батюшку провожать. А до вечера ты сидел тут с компьютером на одном столе с Володей. Какой ты темой занимался? А у тебя компьютер такой был для тебя радостный. Ты даже не сказал об этом. Ты на компьютер по-другому смотришь. Я за тебя должен рассказывать. Я говорю, Володя, батюшку проводить надо. А батюшка сидел здесь и говорит, да нет, я сам уйду. Я говорю, нет, обязательно посадить в автобус. Тут ставят пустынные улицы и мало ли еще. А ты в это время тут и подсуетился. А я увезу. Так, Володя, не надо, не надо. Понимаешь, ты сами куски выбросил. А это очень важно. Никто тебя не посылал, не заставлял. Ты да это подчеркнуть. А то гуру тебя загнобили здесь. Пить есть не дают тебе. С родными встречаться нельзя. Под запретом. А ты вчера и с родителями, и был дома. Ты все это должен рассказать. Начинай дальше. Что я упустил? Да ну не все, сказали так. Ну что, с Володей установили программку. Как Володь называется она правильно? Цитата из Библии. Цитата из Библии. Теперь я буду изучать ее. Потом еще программку. Правда, ее недоустановили тоже. Как она, Володь, называется? Какой-то окам, что ли? Окам, да-да. Там записи звуковые, да? Ну записи рабочего стола. Записи рабочего стола. Вот тоже все недоустановим. Будем. Дело в том, что Который комментарий под нашими роликами дают. Мы уже два поставили с тобой. Сегодняшний под номером три будет. И каждое утро ты будешь воспоминания прошедшего дня. Развяжи язык свой. Ты можешь столько сказать. Вот представь, как человек в этом деле может умудриться. Деяния апостолов. Ну деяние, деяние. Заголовок. Златоуст по полной проповеди. Шесть дней говорит подряд. Заголовок объясняет. Или Исаия, шестая глава первой стих. Год смерти царя Озии. Ну и еще. Это вообще информации никакой нету. Ого. А он говорит, а почему упоминает? Потому что пророчества нигде не было. Царь Озия был прокаженный. Ему сделали отдельный дом. Но он в городе жил. А он должен быть на помойке за пределами города. И поэтому Бог отнял пророчество от всей страны. Пока он не умер. Это один человек? Да. А не просто поп там. Ну подумаешь, там он садомит или кто-то. Ты за собой смотри. Никого не суди. Это попы. Не суди, они говорят. Не трожь меня. Иоанн Златоус отрывает. Шесть проповедей говорит. В год смерти царя Озии. Что тут? Я вообще внимания не обращал? Нет. Вот пишет сын человеческий Александр Мень. Он прямо начинает. И Златоус это делает. Какая там погода была. Авраам, когда вышел из своего места, пошел. Авраам вышел, пошел. Не просто прошел. Какое расставание было. Куда пошел, когда Бог это не знает. И места, куда пойти, не было сказано. А какие народы дикие, грабители. Как он шел, как боялся всего. Он все это раскрывает. У него книга написанная. А так все. Ну, Бог сказал ему, он вышел. Все. Это вскудость. Бедность души, бедность языка. Бедность восприятия. Нет воображения. Ты должен все это воображать. А вот если бы вы не поехали вчера, как бы обстановка была. Эти люди ждали. А машины не было. А один батюшка в город не поедет. И ты сгодился. Как говорится, слово в строку. Что ты делал? Что ты думал? Ты ничего про это не сказал. Как твое питание было? Я тебе вечером угощаю. Говорю, рыбу надо доесть. Нам привезли там такая рыба в фольгу запищенная. А я дома поел. Ну, а дальше я отошел, уже ничего нету. И ты сидел рядом с Володей. Два компьютера у вас тут. Ну, планшет там не имеет значения. И ты что-то тоже там что-то копался. Что ты думал в это время? У тебя же дома компьютер этот был. Так же он тебя привлекал или нет? Нет. Ну, так ты маленько-то рассказывай. Что я тебя должен тянуть и хащать-то? Ну, Андрей, ну давай, давай. Давай, рассказывай по порядку. Когда я ехал с батюшкой, когда там был. Расширь это объяснение. Ну, с батюшкой, когда ехали мы, ехали мы на причащать Неонила, Щукина, если я. Я привез батюшку, он ее причастил. Ну, там как прошло все. Потом мы поехали на освещение квартиры. Квартиру освещали, получается, на сухобатора. Батюшка заказал, как потом посмотреть. Я посмотрел дубль Гиси, доехали. Его завезли в батюшку. И с Татьяной Кузьминичной, она попросила, чтобы я ее обратно привез сюда. Так она с вами была? Да, она с нами была, Татьяна Кузьминичной. Я ее привез сюда обратно, посидел здесь минут 10-15. Потрапезничал здесь у нас. Потом пошел опять посидел минут 15-10. И поехал обратно за батюшкой. Также со мной поехала обратно, если я не ошибаюсь, ее звать сестра, мама, или как она, теща Игоря Третьякова. Как ее правильно? Как ее звать? Любовь Николаевна. Любовь Николаевна. Она говорит, возьми мне с собой. И по дороге, она говорит, ты куда едешь? Я говорю, еду за батюшкой. Она говорит, ну, поехали со мной. Я как раз батюшке какие-то вопросы хотела ему задать. Но я доехала со мной, с батюшкой поговорили они. И мы поехали обратно с батюшкой сюда, на Ползунова. Ну, с батюшкой так ехали, так, ну, так, маленько разговаривали, маленько там, поразговаривали, маленько подремал в машине. Они приехали сюда, так же и тут потом на занятиях посидел я, получается, минут 20-30. После занятий, когда все закончилось, мне ко мне подходит, ну, я сидел рядом, Дыбунов. Ну, там, тоже вопросы позадавал, там, хочешь ты там жениться или нет, там, предлагал кого-то. Ну, это так вот с Дыбуновым поговорили. После, когда все закончилось, я поехал домой. Ну, там, дома с родителями поговорил, родители пригласил маму в храм. Папа, как бы, я его приглашал уже, он согласился прийти сюда. Мама не очень, как бы, но подумает она, поняла, я так понял. Потом я ее в церковь и вез, там, домой съездил еще. Потом я приехал сюда, зашел к Володе, спросил, не надо батюшку везти или нет. Он мне сказал, сходи, я пошел к батюшке, позвонил, он мне сказал, да, я батюшку вез, мы с ним заехали. Погромче говори, не забывай, микрофон далекий у нас. Я, мы с батюшкой поехали, я его завез в магазин, он зашел в магазин и поехали с ним на автовокзал. На автовокзале я его высадил, поехал на Ползунова. Приехал, загнал машину, с Володей мы посходили, покормили кошек. Спустились, а мы с ним, получается, в погреб. Там по погребу помаленько поговорили, с ним как он утеплял его вокруг, все, чтобы было теплее. Там еще с ним поговорили, как правильно вокруг дома утеплить, чтобы было в храме теплее и экономнее. Потом пошли мы обратно сюда, в это здание наше, где, получается, я достал компьютер и начали устанавливать программку Библия. Ну, после этого мы с Володей что-то установили, потом в звуковую... Ты вместо писания заучил. А, еще я сидел, Володя мне говорит, что вместо писания мы с ним, я заучивал, сидел. Какой он заучил? Получается, 3.16. Иоанна 3.16. Заучиваю. Ну, потом помолились и легли спать. Ты, если хочешь что-то спрашивать, переместись, чтобы обидно было, что он никуда не поворачивался. Вот тебе дается, или молчатель, вот сюда сесть рядом между нами. Все, видишь как, сразу раз. То есть я сделаю как-то, ты оборачиваешься, а тебе не понимают, куда оборачивался. Вот ничего не думает. Я еще подвинусь, место есть, иди сюда рядом, садись. Они с Володей разговаривают, а не со мной. Второе разговариваю, иди сюда садись, уже вы запятнали себя. Знаете, они с Володей разговаривают. Ну, тогда сиди спокойно, или в другую комнату выйди, что тебе мучает? Делать-то он по-своему, поэтому духовного роста никогда не будет. Я подсказал ему, что он еще местописание, когда программу устанавливал, он местописание повторял все дела. Я ему подсказал это. Иван Гартьяна, 3.16. Я вижу, что наклоняется. Да. Так, ну продолжай дальше. Ну, после, потом помолились, и легли мы спать. Тут все время ты сравниваешь с тем четвергом, 19 декабря, когда ты приехал. От этого вот, делай какое-то сравнение. Что-то у тебя отошло, стал ты по-другому смотреть, что-то тебя теперь стало радовать. Ты понял, ты нужен, не просто так, я не знаю, еще живую, пришел кисельный. И вот это вот с этим, чтобы было видно, что ты ощущаешь, что ты теперь по-другому мыслишь. Что ты не просто как-то, а ты совершенно другой образ жизни ведешь. И тем более, видишь как, считает стесненно, тут я над тобой нависаю, тебе шагнуть не даю, а я тебя и не видел целый день. У людей понятий никакого нет, они мерят со своей, не точкой зрения, а кочкой болотной. Я, когда ты лег спать, я не знаю, ну, вижу ты, когда встаешь. Поели дальше, еще надо же, один раз ты был, есть, после пришел, потом отдельно тебе режут пирог, Надежда Васильевна спекла. Твоя порция лежит рядом, тебя ждут, ты же это видишь как-то, обиды нету. Вот внутренне меня интересует твое, ты ездил, да, это понятно. Бензин жег, твой расход, или батюшке скажи, или он-то может на дорогу даст ему, и прочее. Вот внутренний мир твой, покажи, вчерашен ты был. До этого был, когда сидел ты, когда собрание идет, ты только свой этот телефон там смотрел. И сейчас, тебе интересно или неинтересно, что обсуждается в общине, о болезнях, о нуждах, о наказах. Делятся новостями большими. Ну, конечно, интересно, чтобы кому-то помочь, что-то узнать, слово Божье узнать, общаться. Вот. И ты, если это... Самое главное, это общение с братьями и сестрами. Ничего, ничего. Из этого делай вывод для себя, сколько ж ты потерял за эти годы, ты дальше-то начинаешь копать глубже. Да много потерял. Десять лет жизни потерял. Все по-другому сейчас. Встаем 4.40 на молитву. Слово Божье изучаемо. Я раньше этого не знал, не видел, не чувствовал. Володя мне как правильно научил морковку чистить. Раньше просто отрезал, а сейчас ножиком чистить ее. Это намного экономичнее и даже быстрее получается. Получается. Тем более наружное наблюдение. Значит, в вопросе машины у тебя нет таких беспокойств. Ну и дальше обиде. Это вроде мы сейчас разговариваем, а он там на кухне щебарзищает, готовит. И сейчас уже зовет обед, завтракать. Тебе надо куда-то ехать, чтобы не опаздывал ничего. Твое пребывание здесь, я не продляю его и не выгоняю. Ты сам определи, когда поймешь, что уже безвредно тебе самому быть. А нет, до весны оставайся. Пока я не его до 10 июня. Ты не в тягость. Все есть. И я спросил тебя об этом, хорошо запомни, ничего не покупать на стол. Ничего. Без совета со мной. Не с Володей, а со мной. Со мной. А потом я тебя, когда вижу, что не моя компетенция, я скажу, с Володей посоветуйся. Вот рыбу покупать, значит, на три части делить. Купили? Какую? Самую дешевую. Чтобы запах там был и все. Вам нужно, если лучше рыбу, берите лучше. Но я уже на это деньги не дам. Я есть не буду. Я буду отдельно есть. Это мой принцип. Я не могу, у меня денег нет. И на хлебникам я не буду. Ну, подсовывает, это нет. А вынуждать меня к тому, чтобы я платил, тоже нехорошо. Потому что у меня нет денег. То есть они есть, но они по другому руслу уходят. Другое. И поэтому я не ем молоко, едят сметану, а я не беру. Конечно, им неудобно. Ну, стерпится. Стерпится. Я тоже иногда бывает и подсунут. Я все равно найду возможность заплатить. И вот у меня внутренний твой дух. Когда ты был в храме, ты себя сейчас в храме чувствуешь по-другому или нет? На собрании. Ну, конечно. По-другому все. Как заново родился, получается, по-другому все идет. И как-то голова по-другому работает. И сам как-то по-другому все идет. Не так, как раньше оно. Все изменилось. Ты в храмах где-то молился? Ну, да. Ты понимаешь, сравнивать не с чем. Когда такой у нас порядок. Одеты по форме. Женщина-мужчина, где дети, идет занятие. Какие поклоны делает. Как батюшка бьет службу. Я думаю так, что больше нигде этого нет. А почему здесь громадный труд вложен. Я слышал, где-то община есть. Но все, глядишь, там не так. Там слова Божие нет. У нас буквально все на благовестии построено. Вот в клочки мы ездили. Девять машин, наверное, сразу. Но это же не игрушка. Сколько? 48 человек. Охватили все село. У нас все это заснято было. И ты вошел в эту готовую среду, где не трудился. В чужой труд. И как ты должен это ценить. Хотя после ты где-то что-то отвезти, ты помогал. Но жить жизнью общины ты не жил. Не жил. Идти на благовестие. Узнать где-то, звоним. Посещаем. Едем в другие деревни, а тебя нет. Теперь ты должен это полюбить. Должен. Потому что это касается спасения людей. Мне нравится выражение Николая Гавриловича Чернышевского. Чернышевского. Если я не ошибаюсь, так его звать. И он говорит, счастья человека тем больше, чем больше муществу людей ты приносишь счастье. Да, он революционер. Да, он там Лопухина пытался выдрать из тюрьмы. Сам попал туда. Я не об этом. Главное, мысль хорошая. А так ты жил как сам по себе. И теперь ты закрепляйся на этом. Чтобы у тебя это вошло уже без всякого принуждения. Как в расписании. Как шагать ногами, махать руками. Не думаем. Так и здесь, чтобы ты не думал даже. И даже когда ты уйдешь, ты отдельно будешь. У тебя этот распорядок жестко стоял. По-другому нельзя. Вот бывает, человек служил в армии. Он вышел. Ну, был офицером. И он ничего не может сделать с собой. Его выправка, все говорит. Ты служил. Было время, когда нельзя было показать, что ты был офицер. А он не может. Идет он шаг, щеканит буквально. Его по походке узнают. Как есть поговорка, папа и врагушки видать. То есть не риза на нем, а какая-то дерюга надета. А все равно видно по поведению какой он. Чтобы тебя было видно. Ты великое звание имеешь. Христианин. Христианин, который смотрит на Христа. Живет для Христа. Во имя Христа. И любит тех, которых Христос возлюбил. Разумеешь все, я говорю? Так, еще что можешь сказать про прошедший день? Ну, так вроде все. Так, ночью как ты спишь здесь? Отлично. Спокойно? Да. Ничего тебя не беспокоит? Нет. Какие сны у тебя? Извини, каких снов нету? Ну, ты во сне не видишь, что ты убегаешь там где-то? Или президентом тебя избрали? Нет такого. Это у меня было. Мы ходили вот тут в мост, который... Павловский тракт, как заезжаешь, железная дорога идет, я под ним. А мы на мосту собирались. Не мосту, а рядом маленький. И ходили в лес. Булыгинское кладбище. Оно старое, заброшенное. А до него тут лес хвойный-то. И мы всегда отдыхали. Один лес-то посчитал, 52 человека только пришли на прогулку. Людей много было, приходили. На лыжах катались, там беседы были большие. Кое-что у нас сохранилось, а в интернете стоит. И вот однажды я во сне вижу. Меня избрали президентом в Южноафриканской республике. Ой-ой-ой. Я перед ним выступал и по-английски говорил чисто. Даже не знали, что я там русский или кто-то. Я не говорить-то так не умею. Откуда мне еще во сне взялось-то? Но там мятеж произошел, и мне пришлось бежать. Я вышел уже. Почему я оказался около моста здесь на прогулку-то? И стою, и не могу поверить, как я легко убежал от них. Вот надо... Было такое, что я во сне видел Путина, Брежнева видел, как мы ехали в машине. А я знал, что, думаешь, упасть, соломки подстили. Я сено настелил. А он не удержался, дернула машина, грузовая, в кузове стояли, старая машина-то. И он падает, и я его вот так вот раз за спину медленно положил на солому, и сам покажелся на него, и поцеловал его. У меня же такое бывает, как мать наша говорила, привидится такое, другим словом заменяла. Так, я тебя не случайно спрашиваю. Ты сильно есть хочешь, когда садишься за стол? Нет. Наедаешься, да? Не думаешь, вот был вот дома, так я бы лучше наелся? Нет. Наша пища тебе подходит? Да. Ну, что тебе еще сказать-то? Что тебе не понравилось? Вот с этого скажи. Не то, что я на похвалу нарываюсь. Все понравилось. А? Все понравилось. Все понравилось. Все отлично. Ну, понимаешь, что бы ты ни взял, даже поэтапно, поминутно, мы над этим всегда трудились. Трудились. Не просто так сел, сел за стол, упал там на кусочек, поднес к себе, выходим, как одновременно молимся. Ну, все, все абсолютно, все у нас обдумано. Мы над этим трудились, да и опыт-то. 48 лет с детьми вожусь. Полвека считай. Так, такого нигде нету. Какие у тебя советы будут, чтобы надо пересмотреть в наших отношениях что-то? Да, все отлично. Тебе, может, свободы не хватает, я наседаю на тебя. Все отлично. Свобода. Отлично. Значит, мне не надо уменьшать давление на тебя? Нет. Ну, его и нету давления. Это я к тому говорю для тех, которые нападают на нас. Все отлично идет. Спасибо, Христос. Ну, все. Мне совет какой хочешь сказать, еще нету? Нет. Ну, благодарим Бога. Господи, слава тебе. За стол пошли. Спасибо.